На грани рыба массовой гибнет в озере вблизи Иркутска. В чем причина и можно ли это остановить? На эти вопросы ответим в ближайшее время в программе «Середина земли». В эфире телеканала ТВ-ком новости соседей Республики Бурятия. Сегодня с ними познакомлю вас я, Анастасия Цыганкова. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. На грани вымирания в озере под Иркутском массово гибнет рыба. В чем причина? Здоровый край, здоровое будущее. Более двух тысяч деревьев высадят медики этой весной. Экономия с пользой для природы. Автомойки Монголии перейдут на использование вторичной воды. На грани вымирания в Шелихове в одном из озер массово гибнет рыба. Установить причину можно и без дополнительных исследований. На берегах некогда красивого водоема, теперь свалка мусора. С места события Владимир Пеханов. В этом водоеме рыбу поймать можно не только на удочку, но и в прямом смысле голыми руками. Из-за мусора она начинает гибнуть. И такая картина, плавающая брюхом кверху, едва живая щука, карась или окунь. Здесь не редкость. Причина их болезни перед вами – водоем на окраине Шелихова. Больше напоминает свалку или кладбище мертвых животных. Телами собак и различными отходами, шинами, пакетами и банками усыпан весь берег. И некогда богатое рыбой озеро. Всё захламлено, стоит запах очень сильный, потому что и выкидывают домашних животных, дохлых. Видно, на дороге валяются прям. Условия очень плохие. Константина Хилько такая картина не останавливает. Рыбачит по старой памяти и рассказывает, как раньше вместе с семьёй любил устраивать здесь пикники. За несколько часов рыбалки с удочкой на ужин можно было выловить килограммы различной рыбы. Последние два года вообще уже существенно прибавилось мусора, ещё больше находимся. Мы название дали «Безымянный карьер». Здесь с того года начал клуб «Маяк» проводить соревнования по подлённому лову. То есть рыбка есть, рыба неплохая, присутствует чубка, окунь, сорожка, карась. Наловить в озере рыбу можно и сегодня. Вот только есть её категорически опасно. Из-за трупов животных, которые скидывают воду, все подводные обитатели оказались заражены, вследствие чего гибнут косяками. По горам мусора на берегу и в воде можно определить. Его здесь сваливают грузовики. Так как место открытое, ветер разносит хлам по всей округе. Засоряются не только поля, но также лес и другие водоёмы, включая реку Иркут. Кстати, в соседнем озере шельховские общественники занимаются разведением рыбы. В прошлом году туда выпустили 50 тысяч мальков сазана и щук. Теперь на грани вымирания и они. Данную свалку рыбаки сравнивают с миной медленного действия. Если вовремя не очистить водоём от мёртвых туш и мусора, вся заражённая вода со временем вместе с грунтовыми водами начнёт попадать в реку Иркут. И тогда пострадать могут уже не только подводные обитатели. Подняться на 40 метров вверх, чтобы звёзды стали ближе. В Байкальской обсерватории с помощью одного из самых мощных телескопов мира учатся предсказывать поведение солнца и магнитные бури. Материал Александры Турчаниновой. Из своей раковины появляется телескоп. Расположенный в посёлке Листвянка, он входит в десятку крупнейших телескопов мира. Большое разрешение позволяет наблюдать объекты на солнце величиной порядка 250 километров. Правда, только с мая по ноябрь для наблюдений требуются устойчивые атмосферные условия. С приходом зимы начинаются ветра и туманы, что мешает точной работе телескопа. Он впечатляет своими размерами. Чтобы осмотреть детали прибора, приходится подниматься на высоту около 40 метров от земли. Вот это главный элемент зеркала, который изображение солнца направляет в вакуумную трубу. И дальше из вакуумной трубы он идёт на инструменты, на компьютер, который делает цифровую обработку этого изображения. Но это фундаментальная наука в большей степени. Он изучает солнечную активность. Хотя в последнее время влияние солнечной активности сказывается и на околоземное космическое пространство, и на климат Земли. Таким образом, работа носит и прикладной характер. Можно делать прогнозы магнитных бурь и поведения Солнца. Но это в теории. А на практике пока успешных примеров нет, несмотря на то, что наблюдения идут непрерывно. В принципе, за Солнцем наблюдают многие. Есть множество обсерваторий, но только отдельные учёные, так сказать, способны в результате таких вот работ, вообще это в течение фактически всего времени наблюдения, получать такой материал, который может позволить им объяснить многие явления на Солнце, и объяснить, как вообще, говорит, живёт наша ближайшая к нам звезда. Наблюдать за самой большой звездой – дело творческое, говорят учёные. С ними согласны их коллеги по всему миру. Солнечники, как сами себя называют, далеки от геополитических передряг. Всё-таки делают одно дело, познают тайны Вселенной. И Солнце у нас одно на всех. В знак взаимной поддержки обмениваются вот такими необычными презентами. От ваших коллег в обсерватории Big Bear Lake в Калифорнии частичку той обсерватории – это камень с большого солнечного телескопа на озере Big Bear Lake. Для каждой обсерватории в мире такие камни имеют большое значение. Они уменьшают турбулентность, которая мешает наблюдениям. Теперь подарок от зарубежных коллег поселят в Байкальском музее Иркутского научного центра СОРАН. В свою очередь, камень с территории Байкальской астрофизической обсерватории уже живёт в США. К эфиру «Середины земли» присоединяются журналисты Забайкальского края. Сегодня о самых интересных событиях региона расскажет Ирина Трофимова. Здравствуйте, коллега! Жителям Забайкалья запретили ходить в лес. Ограничения будут действовать до 6 июня. Расскажите, с чем связано это решение? Здравствуйте, Анастасия! Ограничения связаны с тем, что в регионе устанавливается сухая и ветреная погода. При этом в Забайкале не отменён режим ЧС в связи с лесными пожарами. И к другим темам. Для души зрителя в Забайкальской краевой филармонии открылась выставка известного в нашем крае и за его пределами фотографа Сергея Цапаря. Она стала результатом полуторалетней работы. Несколько десятков снимков были сделаны, как говорит сам автор, в режиме папарацци во время мероприятий, проходивших в краевой филармонии. Полтора года фотограф Сергей Цапарь ловил настроение зрителей. Съёмку он вёл как папарацци из укрытия, стараясь, чтобы его не заметили. Ведь нет ничего ценнее настоящих неподдельных эмоций во время концертов, фестивалей и спектаклей. Пожалуй, впервые в центре внимания фотографа не актёры, вокалисты или музыканты, а те, кто наблюдает за ними из зала. На этих снимках можно увидеть всё – сопереживание, восторг, сосредоточенность, радость, волнение. По мнению фотографа, сценическое искусство обнажает эмоции по обе стороны от сцены. Зрители приходят поначалу в маске беспристрастности, но, погружаясь в сценическое действие, незаметно для себя начинают проявлять свои глубинные эмоции, которые проявляются в мимике, позе и взгляде. Всё это обнажает их внутреннее состояние. Оттого и название экспозиции – душа зрителя. Выставка Сергея Цапаря будет работать в Краевой филармонии до конца концертного сезона. Юлия Тимошенко, Сергей Миртов. Середина земли. Забайкальский край. «Здоровый край. Здоровое будущее» – акция с таким названием сегодня прошла во всех лечебных учреждениях региона. Её участники, а это медицинский персонал больницы Забайкалья, высадили более двух тысяч деревьев. Какие саженцы для украшения территории выбрали в Краевой клинической инфекционной больнице, выясняла наша съёмочная группа. По инициативе регионального Минздрава во всех медучреждениях Забайкалья сегодня прошла масштабная акция по благоустройству медорганизаций и прилегающих к ним площадей. Краевая клиническая инфекционная больница в вопросе озеленения – одна из самых непростых. Она расположена в степной зоне посёлка КСК. На продуваемой со всех сторон территории с трудом приживаются саженцы, но на этот раз участники акции подобрали самые стойкие деревца. Мы сегодня дружно нашим замечательным коллективом планируем высадить около ста деревьев, сосны, лиственницы, берёзы и озеленить нашу территорию прибольничную. Весь персонал нашей медицинской организации будем ухаживать за деревьями, поливать их, следить за этим и добиваться успеха. Министр здравоохранения региона Сергей Давыдов признаётся, за всю свою карьеру на высоком посту высадил более сотни деревьев по всему Забайкальскому краю. Сегодня он приехал поддержать коллег из инфекционной больницы с удовольствием, потому что давать новую жизнь саженцу для него тоже своего рода таинство. Это то чувство, когда ты прооперировал пациента, он ещё только зашил его, всё хорошо. Ты понимаешь, что он будет через два месяца бегать и так далее. И вот то же самое здесь. Посадил, и ты знаешь, что потом это будет жизнь этому дереву. И оно очень большое будет, оно очень красивое будет. Знаете, я говорю, что это очень здорово. И вот эта радость, она какая-то внутренняя такая, что ты получаешь чувство максимального удовлетворения, как ты живёшь и что ты прожил не зря. Акция охватывает все медицинские организации Забайкальского края. Их сотрудники высадят более двух тысяч молодых деревьев. А на будущий год мероприятия по озеленению лечебных учреждений повторятся вновь. Спасибо, что в эти минуты были с нами. На этом блок новостей Забайкалья завершён. Далее выпуски международной программы «Середина земли. События Монголии». Наши коллеги из Улан-Батора уже на связи. Ухама, здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Мы подготовили для вас всё самое интересное. Уже готовы об этом рассказать зрителям «Середины земли». Экономят на автомойках. Новое оборудование для промышленной очистки воды появилось в Улан-Баторе. Теперь автомойки могут использовать вторичную или так называемую «Серую воду». Подробности далее. Запасы артизионской воды в Улан-Баторе составляют всего 330 тысяч кубических метров. Поэтому наиважнейшей задачей их сохранения является использование так называемой «серой воды», которая и прошла вторичную обработку. К примеру, в монгольской столице работают около 14 тысяч автомоечных, которые ежедневно тратят на промывку одной машины почти 50 литров чистой воды. Хотя при получении лицензии на этот вид деятельности специально оговаривается о применении «Серой воды». Но мало кто из них использует её. Одна такая автомоечная привезла из Америки оборудование для промышленной очистки воды, и теперь они могут сколько угодно использовать вторичную воду. При этом такое оборудование экономит почти 80% чистой воды. Если по каким-то причинам нам отключат воду, то мы можем обойтись своими запасами и не брать ни капли воды из-под крана. Раньше мы не знали, как переработать вторичную воду, использовать её в нашей работе. За использование одного литра чистой воды при промывке транспортного средства автомоечная платит один тугрик 50 мунг или 60 центов, а за её загрязнение за кубический метр платится 1700 тугриков или 80 центов. В целом за месяц автомоечная платит около 500 тысяч тугриков, а это почти 230 долларов США, которые сопоставимы стоимостью промывки 16 автомашин. В магазине за литр воды мы отдаём один тугрик или 40 центов. Автомоечные этой водой моют машины. Поэтому нужно внести изменения в правовые основы использования чистой воды. Комитет по назору по охране окружающей среди монгольской столицы имеет право делать оценку риска природы Ламбатра. Специалисты этого департамента отмечают, что пора пересмотреть тарифы на загрязнение воды и повысить ответственность граждан за использование водных ресурсов. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина Земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Михаил, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте! Конечно, о самых заметных, интересных событиях, связанных с Китаем в Сути-Сян-Джунань. Самые масштабные гастроли за последние несколько лет. В Пекин прибыла большая труппа Большого театра России. Её в составе артисты, оперы, балета и оркестр. Они представят китайской публике два классических балета. «Корсар» Адольфа Адана и «Пламя Парижа» Бориса Асафьева, а также оперу «Царская невеста». Очень, наверное, немного, вернее, компаний сегодня, которые могут себе позволить подобные спектакли и танцевать это на высоком профессиональном уровне. Конечно, эти спектакли сегодня служат и росту для следующих поколений, но они сегодня бесценны с точки зрения художественного значения. Поэтому, мне кажется, что эти два названия сегодня абсолютно отражают то, куда мы стремимся, и то, куда идёт балет Большого театра. По-моему, балетная труппа Большого театра представит самый наивысший стандарт. Я в восторге, что они будут выступать на нашей сцене. Это большой праздник для любителей и артистов балета Китая. Пропустить нельзя. Выступления пройдут на сцене Китайского национального центра исполнительских искусств с 18 по 25 мая. По словам руководителя труппы, последний раз почти в таком же составе артисты приезжали в Китай в 2010 году. В Пекине открылась 15-я китайская международная выставка кино и телевидения. В течение трёх дней более 300 медиакомпаний с 50 стран и регионов мира будут демонстрировать свои продукты и разработки в Пекинском выставочном центре. В этом году событие организовано главным вещателем страны – Центральной телерадиокорпорации Китая. Как технологии меняют подачу информации сегодня – репортаж Василисы Лукашевич. Кто владеет информацией, владеет миром. Сегодня это высказывание актуально как никогда. Впервые в истории китайской международной выставки кино и телевидения организатором выступил новый государственный холдинг, который объединил Центральное телевидение, Международное радио и Народное радио страны. Это своеобразный китайский рупор на международной арене. Международная выставка фильмов и телепрограмм Китая – это самая крупная и авторитетная выставка в азиатской медиаиндустрии. 19-й съездком партии открыл новую эпоху в строительстве нашей страны, и она предъявляет новые требования к медиаиндустрии. Мы поставили себе такие задачи – превратить нашу выставку в международную, современную и профессиональную площадку, которая поможет продвигать продукцию китайской медиаиндустрии на международный рынок. По мере повышения статуса КНР в международном сообществе китайская продукция становится все популярнее в мире. Вы, наверное, думаете, что иностранцы больше всего любят фильмы и телесериалы на традиционные темы, например, кунг-фу. На самом деле зарубежному зрителю интересны и документальные фильмы, и мультфильмы, произведенные в КНР. Не случайно и тема выставки – новая эра, новые успехи и новая страница. Она отражает настрой всего Китая. На 20 тысячах квадратных метрах выставки экспонаты можно рассматривать, трогать и примерять. Технология съемки с помощью зеленого экрана известна мировой киноиндустрии уже несколько десятков лет, но Китай использует ее для того, чтобы сэкономить время. Записывает фон непосредственно во время съемки. Еще одна интересная деталь есть в этом павильоне – вот такой робот, который может быть либо штативом для камеры, либо драконом для героя. В этом году на выставке в Пекине представлены 80 тысяч телевизионных продуктов. Это самая крупная и авторитетная выставка в азиатской медиаиндустрии. Именно здесь совершаются сделки с правообладателями телепрограмм и кинофильмов. «Остров Тайвань представляет 24 компании. Мы привезли в Пекин 8 тысяч часов телесериалов, документальных фильмов, телешоу и мультфильмов. Наша задача – найти площадки показа в материковой части Китая. Тайваньские компании очень тщательно отбирали материал для выставки, и наш труд был вознагражден. Спустя всего пару часов после открытия мы нашли площадку для показателя сериала «Я – герой». Его будет транслировать медийный китайский гигант ЮКУ». На предыдущей китайской выставке кино и телевидения объем сделок превысил 8 миллиардов 100 миллионов юаней или 1 миллиард 300 миллионов долларов. Учитывая размах события этого года, рекорд может быть вновь побит. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok